Здравствуйте, моя семья, моя интернет-семья. Все, кто только что ко мне присоединился, подписывайтесь. У нас много чего интересного. Становитесь нашей интернет-семьей. Как я узнаю, что вы моя интернет-семья? Я смотрю по подпискам. Кто сегодня подписался, кто вчера. Ну и старайтесь оставлять свои имена. А то без имен мне тяжело. Я хочу своих сестренок интернет и братишек интернет знать по имени. Я часто интересуюсь, захожу к ним на странички, провожу такие интернет-семья в эфире. Поэтому, кто не знает, задает мне вопросы прямо, а я редко отвечаю внизу. Я обычно делаю интернет-семья в эфире и подряд вот так вот отвечаю. Либо нахожу несколько одинаковых вопросов, объединяю их и делаю видео по этому поводу. Сегодня я поговорю об алое Веры. Даже было у меня, был вопрос, как вы относитесь к гелям алое и прочей-прочей-прочей косметики. Обязательно у меня есть растение алое. Нескольких видов. Но самый лучший это вот этот алое Вера. Причем у меня их несколько. Один огромный. И я его, к сожалению, не могу сюда поставить. Я взяла вот его ребятеночек. Этому ребятенку 5 лет. А другой алое у меня, ему уже лет 8. Он огромный. И от него деток я беру. То ли на подарки, то ли на благословения и так далее. Потому что существует в мире более 2000 видов алое. Даже среди вот тех домашних алое. Но самый полезный это алое Вера. Как узнать, что это алое Вера? Посмотрите. Он вот такой вот, весь в крапинках. Это кладезь полезных веществ. Он уникален своей жизнестойкостью. Отличными лечебными, питательными свойствами. И применяется, конечно, в органической косметике. И я всегда беру вот этот вот лист алое. Именно алое Вера. Прежде чем употреблять его, нужно отрезать, ну, довольно-таки старенький. Такой вот где-то вот такой вот лист большой. Отрезаем. Хорошо, что он может храниться в холодильнике долго. Можно на несколько штучек. Заверните каждую, каждую часть в фольгу. Возьмите ту часть, которую вы будете сегодня применять. Ну, например, вот столько. Возьмите, положите все это, кстати, в фольгу. И на сутки, не меньше, чем на сутки в холодильник. Либо пусть там и лежит. Он долго будет сохраняться. Но дело в том, что после холодного, ну, не в морозилку, а в холодильнике, плюс 4, плюс 6. И именно вот при температуре плюс 4 этот гель алое, который находится там, слизь, вырабатывает все. Отдает все свои защитные функции, как бы, чтобы себя защитить. И в этот момент вы берете через сутки, через двое. И там вот есть все, что нужно. Не в свеже срезанном, а именно, когда он в фольге полежит в холодильнике не менее сутки. Вот, возьмите себя на занятку. Ну, и самый простой рецепт. Берем вот такой кусочек алоэ. Я вот сразу вам показываю. Не надо, я не буду писать, сколько грамм, сколько. Я вам показываю. Вот кусочек алоэ беру. Выжимаю сок. Там где-то чайная ложка будет. Добавляю туда несколько капель лимонного сока. И все, больше ничего не нужно. Наношу на свои подушечки пальцев и аккуратно массирую, втирая в луковицы наши корни волос. Это прекрасное увлажнение. Это прекрасная эластичность будет волоса. Это укрепление. Это замечательная маска. Оздоровление. И у кого какие ранки на голове, вот это прекрасно заживляющая маска. Я вот вас прошу, моих интернет-сестренок, взять себе на заметку вот такую простую, простейшую элементарную маску. У меня другие есть лечебные всякие рецепты, которые я сейчас говорить вам не буду. Это отдельная тема, другая про здоровье, про болезни и прочее. А это именно про косметику, органическую косметику. Поскольку я занимаюсь косметевтикой, для меня косметевтика и органическая косметика это одно и то же, чтобы вы знали. Это натуральные свойства. Только такой теперь я пользуюсь косметикой. Я поняла, что всё вот это, что продаётся в магазинах, даже в супердорогих, в супердорогих, вы не можете с полной ответственностью заявить, что там всё натуральное. Так долго оно держит свои вот эти свойства и так благотворно влияет именно на вашу кожу. Я за многие года подобрала себе те рецепты, которые подходят для меня и которые, как я вижу, очень хорошо действуют на меня. Ну, по крайней мере, я не могу сказать, что я пользовалась услугами уколов каких-то или ещё чего-то никогда в жизни. Пока меня это не интересует на сегодняшний день. Потому что хорошо справляется та косметика, которую делаю я. И вообще удивляюсь, почему я не стала косметологом. Потому что есть у меня подружки-косметологи, которые занимаются этим, очень хорошие девчонки, потому что они умеют учиться. Но, к сожалению, фантазии не хватает находить правильные учебники и источники, откуда можно использовать очень интересную информацию. А сейчас, слава Богу, информации масса. Ну и потом, не все ходят, собирают травы, как я. Не все в это вникают, погружаются и растворяются. Ну и ничего, ничего. Я буду рассказывать, потому что я хочу, чтобы всё-таки наши косметологи, ну я имею в виду косметологи бывшего Советского Союза, были самые, самые и самые. Но, может быть, со временем и на английском языке об этом буду говорить. У меня есть ещё английский сайт, но пока я ещё об этом не говорила. Итак, 18 аминокислот и 12 витаминов, которые находятся вот именно в этом алоэ вера. Там витамины группы В, А, С, там масса всего. Полиненасыщенные жирные кислоты, аминокислоты, минеральные вещества. Чего там только нет. Растительная слизь. Но самое главное, я хочу сказать, что там есть такие биогенные стимуляторы, которые не вырабатывают человеческий организм. И вот, девочки, именно за счёт вот этих биогенных стимуляторов, именно за счёт них, за счёт их полезного воздействия, наша кожа настолько воспринимает хорошо гель алоэ вера. Там прекрасные заживляющие действия происходят в связи с вот этими биогенными стимуляторами. В мякоти, в мякоти. И вот они оказывают увлажняющее воздействие. А ещё алоэ вера – это ценный ингредиент косметических средств, потому что он вырабатывает коллаген. Коллаген, который продуцирует, стимулирует и обновляет нашу кожу. То есть борется с возрастными изменениями. Не люблю называть старение. Возрастные изменения. Можно ли остановить возрастные изменения? Нет. Их остановить нельзя полностью. Процесс будет идти. Но насколько быстро или медленно он будет идти, вот это можно отрегулировать. Потому что мне задают вопрос, что вы думаете, вечно быть там молодой или ещё что-то? Я одно могу сказать, что к 50 годам, когда я смотрю на женщин, девушек, и смотрю, какими кремами они пользуются, чем они, как они за собой следят, и результат налицо. Вот сразу результат налицо. Курение – результат налицо. Выпивка – результат налицо. А на котиках даже говорить не хочу. Там не только налицо результат на всё, и на мозг, и на всё, что можно. Кстати, алкоголь и курение тоже очень действуют, затормаживающий на мозг. Итак, ну, люди деградируют. Деградируют. Теряют способность к мышлению. К такому, которое нужно. Они, конечно, сейчас будут говорить, многие будут писать, да, ну что вы говорите, я спорить не хочу. Каждый останется при своём мнении. Но я вам точно говорю, что взять девушку в 50 лет, которая не курит, и девушку в 50 лет, которая всю жизнь курит, мозговая активность разная. А самое главное, что нервная система тоже даёт о себе знать. Человек… Я заметила очень много у меня, у подруг, вот перешла немножечко на это, но хочу просто вам сказать. Я просто… Это мои наблюдения. У них начинает трястись голова, нервные тики. Я долго изучала, почему там, потому что нервничаю. Да все мы нервничаем. У всех у нас стресс. Как мы воспринимаем общий вот этот окружающий мир, это очень важно. И что мы для этого делаем? Если вы хватаетесь за сигарету и во время нервов начинаете себя травить никотином, тут же… А ваши нервные клетки тут же схватывают, схватывают в себя, вбирают и идут вверх, либо кто-то за рюмочку хватается, и всё тут же, как губка, нервная клетка, она возбуждена, она в этот момент что-то от вас требует, кто-то сладким начинает заедать, кто-то сразу в себя вот этот вот… А вы возьмите водичку. Знаете, как говорят? Вам плохо, вас затрясло. Что несут, сразу подают. Вот что подают, сразу водичку. Дайте ей стакан воды. Кричат. Правильно? Дайте ей стакан воды. Это очень важное наблюдение. Я бы в этот стакан воды добавила ложку алоэ вера, потому что там растворились бы горькота, которая привела бы вас в порядок, витамины В и вот эта вся слизь, витамин А и витамин С, которые и нужны. Поэтому вот в этот момент очень хорошо растворить лимон с одной чайной ложкой алоэ вера, когда вам плохо. Вот сразу горькота, она вас приведет в порядок. Кислота и витамины. И ваши раздраженные клетки нервные поглотят именно важно то, что нужно. В этот момент сахар нежелательно. Тем более нежелательно алкоголь и сигаретку. Вот тут-то и идет обман. Обман, самообман. Итак, значит, мы с вами поговорили о том, что нам необходимо дома завести алоэ вера. И я покупаю, очень часто покупаю алоэ вера сам гель. В таком уже жидком-жидком виде. Кроме того, что я вот этот гель добавляю, слизь, гель-слись, назовем так, обязательно, очень часто вы, кто смотрит мои крема, я там покопаюсь, найду, если с алоэ вера, сделаю скидочку. Потому что я сама иногда теряюсь. Мне говорят, спрашивают, у вас там вы говорили такое-то, такое-то, такое. Рецепт есть. Девочки, я точно так, как и вы, захожу на свой канал и начинаю копаться в своем видео, в своих видео. Нахожу и потом делаю скидочки. Поэтому, если я успею найти, я вам сброшу алоэ вера. Не успею, может быть, позже. Крем с алоэ вера. У меня много там кремов всяких. Обожаю с облепихой и обожаю с алоэ вера. Результат изумительный. Изумительный, хочу повторить. Вот такой вот беру гель. Но я не буду фирму вам демонстрировать ничего, потому что, чтобы мне не говорили, что я рекламирую. Просто покажу, что написано. Вот алоэ вера, да? И вот этот алоэ вера я использую, девочки, во все свои лосьоны, которые делаю сама. В большинство кремов, в большинство ванночек, там, для рук и для ногтей, и прочее, прочее. Также я добавляю для увлажнителя вокруг глаз. Я еще вам не показывала, но я часто делаю увлажнитель вокруг глаз. Просто я не успеваю все вам показать. У меня столько всего в жизни, что, ну, вы сами понимаете, за 20 лет такой вот плодотворной деятельности именно в косметологии, именно в космецевтике, именно в дружбе, в полном, как бы, поглощении духовной сферы жизни. Я накопила за 20 лет что-то. И, конечно же, за 3 года, или сколько я там в интернете, я, или, может быть, даже 6, я не знаю сколько. Но вначале я просто чисто для своей семьи, как я вам рассказывала, делала видео, чтобы моя семья могла это все знать. Жены моих сыновей, чтобы Наташенька и Хрыся, чтобы все мои племянники и их жены и их дети могли вот в записи в интернете всегда войти в YouTube, посмотреть и знать. А потом вы ко мне присоединились, мои родные, мои любимые, это моя интернет-семья, я вас обожаю, вы настолько благодарны. Наверное, это только мои такие. И я благодарю Бога за вас, за каждого. Вот этот вот гель. Я делаю такой увлажнитель для вокруг глаз, чтобы не было вот здесь, как у многих девчонок, вот здесь вот появляются сильные-сильные к 50 годам вот лапки. Их не должно быть еще, по идее. Их еще, по идее, не должно быть. Но если вы ничем не следили за собой, никак не ухаживали, ничем не обрабатывали вот эти части, а это нужно делать каждый день, это как цветочек. Вы берете его, пшик-пшик, и он у вас пошел, 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 пошел вверх, а не лежит вот так. Точно так и вы, вы как цветочек, вы должны все время себя обрабатывать. И все у вас будет хорошо. И вот алоэ вера вот в таком виде и вот в таком виде добавляем, делаем и получаем. Итак, он оказывает весьма благоприятное воздействие на кожу головы, на кожу лица, на кожу рук обязательно. Он выводит все токсины на поверхность кожи. Следует помнить, что перхоть, повышенное выпадение волос, это болезнь кожи головы, которую в первую очередь и следует лечить. Кератин, преобладающий вид белка в составе волос, состоит из аминокислот, кислорода, углерода, азота и серы в маленьких количествах. Алоэ вера имеет химический состав, подобный составу кератина, поэтому он помогает оздоровлению волос, кожи, питая их собственными составляющими, восстанавливая утраченную эластичность кожи, восстанавливая блеск, восстанавливая клеточки, регенерирует их. Алоэ вера хорошо питает кожу, запомните, волосы и поддерживает их здоровье. Но и в напитке я вам советую, советую, сначала по чуть-чуть, по капельке, всегда все начинаем по капельке, а потом дальше, дальше и дальше. Не забудьте, что он заживляет ранки, поэтому спокойно его используйте, даже если у вас сильные раздражения на коже головы, лица и прочее, прочее. Разводите, если капельку капнули, и вдруг у вас покраснение, вы же проверьте сначала. Ну, хотя это маловероятно от алоэ вера. Алоэ вера настолько принимается нашей коже, именно алоэ вера, девочки, что я думаю, что у вас все будет хорошо. А по капелькам выдавливайте сок и слизь в каждый свой крем. Даже если вы не готовите крем, как у меня, если у вас есть алоэ вера, выдавливайте его в свой крем. Не стесняйтесь. Никакие французы натурально сразу из этого листика вам не выдавят. И такой свежий, хороший сок, но не забудьте сутки подержать в холодильнике, я вам уже объяснила, почему, никто вам не сделает. Ну, а я вас всех люблю, целую, надеюсь, что вы получили полезную информацию, будьте благословенны, вы здоровы, и ваши дети, пусть Бог хранит вас. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok